Такер Карлсон – американский телеведущий, политический обозреватель и писатель, ведущий ночного политического ток-шоу «Такер Карлсон Тонайт» на Fox News с 2016 по апрель 2023 года. Он известен своими консервативными политическими взглядами и открыто критиковал прогрессивную политику и политкорректность. Как Такер Карлсон прошел путь до самого популярного человека в новостях? Кто его семья и где живет самый популярный телеведущий США – в нашем видео. Такер Карлсон родился 16 мая 1969 года. Сейчас ему 54 года. Он сын Ричарда Уорнера Карлсона, бывшего ведущего новостей из Лос-Анджелеса, и посла США на Сейшельских островах. У Такера есть младший брат Бакли. Когда Такеру исполнилось 6 лет, его мать ушла из семьи и в итоге поселилась во Франции, где и умерла в 2011 году. Такер и его брат Бакли больше никогда ее не видели. После развода родителей мальчики переехали с отцом в Ла Хойю, штат Калифорния, где оба мальчика посещали начальную школу. Когда Такеру было 10 лет, его отец женился на Патрисии Суонсон, чья семья владела продовольственной компанией Суонсон. Такер и Бакли получили среднее образование в Сент-Джорджес. Именно там Такер познакомился со своей будущей женой Сьюзан Эндрюс, однокурсницей и дочерью директора школы. Такер подал заявку на поступление в несколько престижных университетов, но получил отказ. С помощью своего будущего тестя он в конце концов был принят в Тринити Колледж в Хартфорде, который окончился степенью бакалавра истории. После окончания Тринити Колледжа в 1991 году, Карлсон пытался присоединиться к Центральному разведывательному управлению, ЦРУ, но ему отказали. По совету своего отца, Карлсон обратился к журналистике, заняв должность проверяющего факты в журнале Policy Review, а затем писал статьи для Arkansas Democrat Gazette в Little Rock'е. В 1995 году Такер присоединился к сотрудникам The Weekly Standard, консервативный журнал мнений, соучредителем которого в том же году стал Уильям Кристал. Позже он написал множество колонок, мнений, профилей и других статей для нескольких печатных журналов и газет. Впервые Карлсон появился на телевидении в том же 1995 году, когда он дал интервью ведущим новостей Дэну Разеру. После этого он регулярно появлялся в качестве комментатора во различных программах новостей и политических дебатов. В 2009 году Карлсон был нанят в качестве комментатора и приглашенного ведущего на канал Fox News. Его частые появления в сети повысили его известность среди консервативных экспертов и в конечном итоге привели к тому, что сеть предложила ему собственное шоу, которое было запущено в 2016 году под названием «Такер Карлсон Тонайт». Шоу, имевшее успех, в конечном итоге стало одной из самых популярных новостных программ в истории телевидения. Программа Карлсона заняла второе место по популярности на кабельном телевидении в прошлом году, собирая в среднем 3 миллиона зрителей каждую ночь и уступая только ток-шоу Fox News за круглым столом. Ведя ночное шоу, Карлсон зарабатывал от 15 до 20 миллионов долларов в год. Эта зарплата делает его одним из самых высокооплачиваемых людей в отрасли. По состоянию на весну 2023 года собственный капитал Карлсона оценивается в более чем 420 миллионов долларов, и он владеет рядом роскошных автомобилей и яхт, а также недвижимости. Последнее выступление Такера состоялось в пятницу 21 апреля 2023 года. В этом шоу Карлсон не прощался со зрителями и не давал никаких указаний на то, что уходит. Но более шоу он не вел и покинул Fox News без объяснения причин. Новостные агентства сообщили, что Карлсон был уволен по личному приказу владельца Fox Руперта Мердека. После того, как стало известно о его увольнении, акции Fox Corporation упали более чем на 6%, и компания потеряла в цене более 600 миллионов долларов. Сьюзен Эндрюс и Такер Карлсон познакомились, когда оба учились в школе Святого Георгия в Рот-Айленде, где отец Эндрюс был директором. Из воспоминаний Карлсона. Она была самой милой десятиклассницей в Америке. Сьюзен добавила. Его походка была подпрыгивающей. Он был в штанах цвета хаки с ленточным ремнем. И мне показалось, что даже тогда он казался таким оптимистичным и позитивным. Молодые люди поженились и до сих пор проживают вместе. У Сьюзен и Такера четверо детей. Сын Бакли и три дочери. Дороти, Лили и Хоппи. Как и их мать, дети всегда держатся в тени и не комментируют политику или карьеру своего отца. Пока дети были маленькими, семья Такера жила в Вирджинии. Позже они переехали в Вашингтон, округ Колумбия. Теперь они владеют несколькими объектами недвижимости, в том числе домами в штатах Мэн и Флорида. The New York Times сообщал о том, что Карлсон в штате Мэн построил студию недалеко от своего дома. В свободное время Такер проводит со своей семьей в великолепном доме на острове Гаспарилла во Флориде. Этот дом расположен в тихом и безмятежном районе, в окружении красивых пляжей. Дом площадью около 3000 квадратных футов находится в нескольких сотнях футов от Атлантического океана. В доме четыре спальни и пять ванных комнат, большой бассейн и внутренний дворик. Дом спроектирован популярным архитектором Ральфом Твитчеллом и построен в конце 60-х годов. Ведущий купил этот красивый дом за 2,9 миллиона долларов. Ранее семья Карлсон проживали в Вашингтоне, где ведущий купил недвижимость в 2017 году. Это дом площадью 7400 квадратных футов в колониальном стиле, расположенный в районе Кент в округе Колумбия. На участке земли в четверть акра с большим бассейном и красивой дорожкой, вымощенной плиткой и украшенной живыми зелеными кустами. Дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами, кухней-столовой и развлекательной комнатой был построен в 1998 году. В доме также есть комната для гостей, кладовая, тренажерный зал, душ на открытом воздухе и сауна. Инцидент, произошедший в 2020 году у дома, вынудил Такера и его семью переехать. В том году группа протестовала возле его дома, жалуясь на его политическую позицию. Ведущий известен своим консервативным, а иногда и противоречивым взглядом на американскую политику. Этот протест произошел, когда Такера не было дома, но была его жена. Это было быстро сорвано полицией, но оставляло желать лучшего в отношении безопасности семьи. Такер выставил дом на продажу почти за 4 миллиона долларов, но учитывая, что он купил дом за 3,9 миллиона долларов всего за три года до этого, ему удалось лишь свести цену к нулю. Прежде чем переехать в дом в Вашингтоне, округ Колумбия, семья Такера жила в миле в другом столь же великолепном доме, который он купил в 2011 году за 2 миллиона долларов. В 2017 году он выставил дом на продажу за 2,2 миллиона долларов и продал его через несколько месяцев за 2 миллиона долларов. Дом расположен в Палисейдс и был построен в 1941 году. Его бывший дом занимает площадь 4784 квадратных фута. Это еще один в колониальном стиле дом с отремонтированной и современной кухней, которая выходит в просторную гостиную. В двух уровнях есть солнечная гостиная, столовая и семейная комната с множеством развлекательных функций. На втором этаже есть спальни с ванными комнатами. Дом хорошо благоустроен на открытом воздухе, также есть парковка во дворе и гараж. Состояние Сьюзан Эндрюс оценивается в сумму от 4 до 6 миллионов долларов. Несмотря на то, что она замужем за популярным телеведущим, Сьюзан ведет сдержанную профессиональную жизнь и в основном держится подальше от внимания средств массовой информации.